Четыре года назад у руководства спортивного клуба «Десантник» появилась идея реконструкции своего помещения. Прежнее здание уже не вмещало всех желающих заниматься единоборствами. Спортсменам приходилось ютиться в одном тренировочном зале. Большое количество времени ушло на создание проекта реконструкции и различные согласования. Почти год на само строительство и вот в День России «Десантник» предстал перед ведновчанами в новом облике. Та реконструкция, которая сейчас прошла, я уверен, что благодаря ей все больше и больше детей сможет заниматься единоборствами, заниматься спортом. И из этих детей, уверен, вырастут достойные граждане. В обновленном «Десантнике» теперь два зала. Прежний тренировочный, в нем прошел капитальный ремонт, опущен пол, сделаны мягкие стены и новые для показательных выступлений. Появились раздевалки и душевые. Такой клуб вполне может принимать соревнования районного уровня. У нас две находятся – каратэ и рукопашный бой. Занимается примерно 400-500 детей. И сейчас, я думаю, будет заниматься еще больше. Потому что два зала могут одновременно принимать в день примерно 120-150 человек. Можно готовить более спортсменов. И по времени можно планировать тренировку, подготовку спортсменов для соревнований. Ну и просто дети могут заниматься, не думать, в какую смену он учится. Клуб «Десантник» вырастил не одно поколение выдающихся спортсменов, которые достойно представляют нашу страну на европейских и мировых соревнованиях. Здесь трудятся талантливые тренеры. Многие из них когда-то сами были воспитанниками «Десантника». Очень долго ждали этого открытия. Я, наверное, даже в большей степени. Так как я являюсь тренером здесь, не только спортсменом, но и тренирую детишек здесь. Детям хочу пожелать в первую очередь здоровья, чтобы они стремились, достигали своих высот. Определенное поколение пройдено через военно-патриотические, через спортивные направления, воспитательные наши работы, наши молодежи. Сегодня созданы все условия. Созданы условия для кого? Для наших детей, для нашего будущего, чтобы их, наверное, больше вовлечь. Самое главное, что в спорт. Заниматься каратэ рукопашным боем в «Десантник» приходят целыми семьями. Максим и Лена Новичихины теперь тренируются вместе. Сначала в клуб пришел молодой человек, а затем и сестра решила не отставать от старшего брата и начать посещать занятия. Помогать друг другу, достигать каких-то целей вместе, стремиться к чему-то. То есть, допустим, стать неоднократным чемпионом мира. В августе этого года Олимпийский комитет намерен признать каратэ олимпийским видом спорта. И тогда работы у тренеров и воспитанников клуба станет еще больше. Юные десантники намерены участвовать в Олимпиадах, побеждать и прославлять Ленинский район. Юлия Погосян и Адамия Насасен-Рухонова, Видное ТВ.